Рязанскую активистку ТОС поддержали и помогли собрать софинансирование на благоустройство стадиона в Соколовке. Ольга Туманова – мама троих детей и участница программы местных инициатив. Ее проект по ремонту стадиона стал одним из победителей. Будет асфальтировка по кругу, соответственно, с разлиновкой, с бордюрами, чтобы асфальт у нас не рассыпался. Будет грядирование всей площади. И это получается со временем земля, она проседает. И нам обязательно нужно будет выровнять весь стадион и травку желательно, конечно, посеем. Это будут новые ворота футбольные и еще такой элемент на воротах будут баскетбольные кольца. И моя мечта – это яма, прыжковая яма в длину. Стоимость работ составляет порядка 2,5 миллионов рублей. А это 92% будет выделено из областного и городского бюджетов. 8% должны были собрать сами жители. Изначально Ольга решила отказаться от путинских выплат на детей, чтобы отремонтировать стадион около дома на Первой Прудной. Однако руководители Ассоциации органов ТОС Рязанской области и депутаты Рязанской городской думы Светлана Варнакова решили поддержать активистку. Дети – это наше будущее, да? Дети – это наши цветы. И давайте так, что принадлежит нашим цветам, оставим его. На сегодняшний день я вам скажу так. Ассоциация ТОС решила в этом вопросе вам помочь. И мы вам закроем эту тему из финансирования Ассоциации ТОС. Не осталось в стороне депутата Рязанской городской думы Светлана Варнакова. Она также посчитала своим долгом подключиться и вместе с Ассоциацией ТОС закрыть остаток софинансирования. Я уже на протяжении 10 лет занимаюсь общественно-политической жизнью. И знаю, что такое работа в ТОСах. Сама была у истоков организации ТОС «Шереметьево-Песочник». И те активисты, которые там работают, они на самом деле такие люди, которые не все могут понять, почему они готовы личные средства вложить на такие проекты. Очень приятно, что Ольга, которую я знаю уже на протяжении многих лет, очень переживает за реализацию этого проекта. И я считаю, что таких людей нужно поддерживать и нужно помогать. На данный момент нам помогают. И всю сумму мы закроем, которая осталась. И очень хочу выразить свою благодарность депутату Городской Думы Светлане Варнаковой и Ассоциации ТОС. Просто хочу сказать большое-большое спасибо за такую поддержку. Во время встречи активистов ТОС на прудной с сотрудниками Управления общественных отношений администрации, руководителями Ассоциации органов ТОС Рязанской области и представителями депутатского корпуса обсуждались результаты проекта 2019 года «Сквер Сокол». Хотелось просто благоустройство своей территории, места проживания, чтобы детишки наши, маленькие детишки, могли играть на благоустроенной детской площадке. И я узнала, как председатель ТОС на прудной, узнала о такой программе местных инициатив. Все, как планировали, мы сделали, реализовали. В рамках встречи также состоялся осмотр территории двора у дома номер 24 по первой прудной, как результатом многолетнего взаимодействия в рамках целевых программ развития общественного самоуправления. Надо сказать, что этот двор не раз участвовал в конкурсах «Лучший двор». После конкурса, естественно, были места и премии. И город также выделял нам премии. И на эти уже денюжки мы и сцену построили. Уже у нас и праздники проводятся, и таланты нашего двора, и масленица, Новый год, 8 марта. То есть, ну все-все существующие праздники мы проводим в нашем дворе, на нашей сцене. Двор у дома 24 по первой прудной неоднократно признавался одним из лучших в городе. И это заслуга самих жителей. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».